Как на примере десятины, все же Бог — это самый лучший институт для хранения и преумножения. Почему? Я даже скажу, что ни один банк так не сделает, ни один инвестиционный фонд так не сделает. Мы знаем, что когда мы приходим к Богу, отдаем свою душу, Он ее хранит, до конца хранит. Когда мы… Может, кто знает, фермеры здесь есть? Нету? Нету, насколько я знаю. Половин фермеры. Многие фермеры знают, что такое действительно доверять Богу, и что ни один плод без Бога вообще никак. Ты хоть его пестицидами, всякими минералами, напичкой культуру какую-то, но если переборщить, то оно несъедобное. Оно красивое, но несъедобное. Я увидел недавно в соцсетях в Америке, во Флориде, такие домашние фермы, башни такие, где, грубо говоря, минералами кормят, и все красиво растет, и говорят, так вкусно, так красиво. Действительно красиво. Все выращивают. Я первый вопрос говорю фермеру, которого уважаю, говорю, слушай, вот как ты относишься к такому? Он говорит, знаешь, все должно расти так, как придумал Бог в земле. Потому что, говорит, оно красиво, вроде бы бизнес, но это не будет так полезно. И, как вы знаете, в мире, я не так давно узнал, что есть, к примеру, банк семян. В каждой стране есть банк семян определенной культуры. Но помимо этого есть еще и мировой банк семян. Для чего это? Ну, конечно, если что-то в мире произойдет, конечно, они надеются, что есть определенная часть семян, которые отделяют. Оно, естественно, потом поможет всей культуре произрасти. Да, мы вспоминаем историю про Египет, про голодные годы, когда кто сохранял зерно? Иосиф сохранял зерно. Он отделял определенную часть. Так вот, Бог — это не просто, как мы можем относиться к Отцу, но это как определенный банк. Это не думайте, что финансовый банк. Банк чего есть у Бога? Банк мудрости. Когда мы просим у Бога мудрости, Он дает. Банк еще чего? Очень важно. Здоровья. Любви. Когда мы приходим, и не просто любви, очень часто мы приходим к Богу побитые, разочарованные, но мы признаем, что Бог, мы нуждаемся в Боге, как дети, да, приходят расстроенные к Отцу. И Бог что делает? Наполняет любовью, и этой любви еще хватает и на других, да, чтобы и поделиться, и эта любовь, вот она постоянно исходит. Потом, какая еще может быть банк отношений? Когда мы с Богом общаемся чаще, мы задаем вопросы, мы изучаем Его Слово, то банк отношений, мы вкладываем банк отношений, посредством чего мы чаще слышим Духа Святого. Да, есть такое. А еще очень важно, есть банк талантов. Знаете такое? И знаете всю историю о талантах? Когда мы признаем свои таланты перед Богом, говорим, Бог, раскрывай наши таланты, Он их не просто раскрывает, Он их приумножает. А когда мы говорим, ну, я сам разберусь, какие у меня таланты и приумножу, то это вот, ну, последствия, что таланты закопаны, и ничего не произвелось. Да, естественно, что для меня вот десятина, иногда приходят такие вопросы, а зачем, а для чего, почему? Да, то есть мы, я вот для себя как-то принял такое слово, что десятина для меня — это индикатор для сердца. Действительно ли я с Богом иду, и то, что я получаю, действительно ли Божье? Потому что когда я отделяю десятую часть, я что? Я признаю, что во всех делах двигается Бог. Не только Бог меня спас, а Бог, Он продолжает двигаться, Он в нужное время хранит от каких-то там потерь, а в нужное время, как банк семян, высвобождает семена и приумножает. И поэтому от всех приходов первое, что я делаю, это выделяю эту часть, которую, как говорится, можно найти по-разному. Если не нравится слово десятина, хорошо, я отдаю семя в лучший банк, который хранит, приумножит и использует для нужных, так сказать, дел своих. Да, поэтому для меня это очень большой такой индикатор доверия Богу. Потому что, ну вот я историю вспоминаю. Вот представьте, что вы каждый, ну вот мы дети пяти-семи лет. Вот я своим детям не могу купить, к примеру, пять килограмм мороженого и просто вот оставить им сразу. Почему? Ну не просто съедят. Они заболеют, им станет плохо, их будет тошнить кого-то. То есть не могу, да, к примеру. Или конфет. Вот купили конфеты, там, несколько килограммов. Понимаешь, зубы будут болеть, живот будет болеть, все и так далее. Поэтому даем по чуть-чуть. И со временем, когда мы видим, что ты даешь ему там десять конфет, он там половину отдал, две съел, там, три оставил на потом. Ты уже понимаешь, он уже соображает. Ты уже можешь больше доверить, да? То есть дал ему килограмм, он половину раздал, часть отложил, часть использовал. Там растянул на сколько-то. То же самое и так, я верю, что у Бога тоже, когда Он дает нам финансы, когда дает лучшие места для работы, для бизнеса, то важно иметь смиренное сердце перед Богом. То есть не может Бог дать больше, если это пойдет не во благо. То есть если мы знаем, что в мире много финансов, и кого-то финансы очень быстро губят. Но в то же время мы знаем много служителей, одна из них, вот Джойс Майерс, или тоже к ней много финансов приходит. Но она знает, что ей для жизни есть определенные финансы, но все финансы, которые проходят через их организацию, они идут на благие дела. И Бог доверяет. Почему? Потому что есть смиренное сердце. И по этой причине хочу помолиться также за десятины приношения, потому что очень важно признавать, что Бог, Он не просто любит, не просто заботится, но Он также усматривает лучшие места, Он хранит наши дома, хранит наши семьи, Он хранит наши бизнесы, работы, финансы. Я вспоминаю, как один фермер говорил, «Засушливый год», что говорит, понимаешь, что урожай умирает, и понимаешь, что только одна надежда на Бога. И говорит, меня было откровением, когда поля мои разбросаны в разных местах, на моих полях идет дождь, на других фермеров нет дождя. Сам ты это не сделаешь. Но когда ты доверяешь Богу, Бог заботится о твоих полях. Поэтому, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за те финансы, за те таланты, которые Ты раскрываешь в нас, за те места работы и за те бизнесы, за те движения, которые открываешь нам, за пути, Господь. И мы с благодарностью приносим Тебе десятины приношения, и пусть эти финансы, они будут приумножены на Твои дела, Господь. И пусть действительно наши сердца будут в радости, в покое находиться, потому что мы верим, что Ты Бог, который все приумножает и который дает нам жизнь с избытком, и Ты усматриваешь все наши нужды, Господь. Мы также молимся за предстоящую неделю. Пусть эта неделя, она будет действительно в Твоем присутствии, и пусть Дух Святой нас наполняет, ведет нас во имя Иисуса Христа. Аминь.